Я абсолютно уверен, что господин Путин, он подполковник КГБ, ну извините меня, я полковник уже 18 лет военно-разведки, и я могу, ну чисто профессионально, знаете, вот как вы врач или там журналист, можете оценить там сельского журналиста, так и я, разведчик, могу оценить вот этого КГБ, абсолютно не профессионально, а морального подполковника КГБ. Что у него в головке там творится, ну это одному психиатру известно. Но нету никаких оснований сегодня, чтобы русский народ воевал против украинского и наоборот. Нету. Объективных путешествий нет, есть только субъективный фактор. И он замыкается только на одного субъекта господина Путина и его психическую болезнь. Вот извините за такую резкость. Постановку вопроса, но она абсолютно правильная. Спасибо. Вы считаете господина Путина непрофессионалом? Он не абсолютный. Ну судите сами, я вам скажу. Мы, военные разведчики, заканчивали военное училище. Вот я пять лет был курсантом, рядовым солдатом, ну курсантом. Потом я стал командиром роти, я с отличием окончил. У меня сто пацанов было, гавриков, у каждого папа, мама, братик, сестричка. И я за полгода повзросел больше, чем за 22 предыдущих, пока стал лейтенантом. Вова Путин, он ни секунды не командовал даже взводом. Он закончил юридический институт, и вот у него карьера когибийская такая пошла. Он никогда даже взводом не командовал. Он не знает, что такое матери в гробу привезти мертвого сына. Понимаете, он никогда не был отцом для солдат. Для него это компьютерные игры. Тысяча больше, тысяча меньше. Мальчики сортили. Помните его истерические такие крики? Ну по телевидению вы это тоже видели. То есть вот эти все политические наши разговоры, они упираются только в один психологический, психиатрический фактор. Вот этого подполковника КГБ, который резко скаканул из-под полковники, верховный главнокомандующий. Ну поверьте мне, полковнику военно-разведки, который уже 18 лет носит полковника погоны. Я просто знаю сцену вот этим психопатикам, маленьким подполковникам, Бонапартикам, которые скаканули вот такое вот кресло высокое. У них головку сорвало. У него паранояльная шизофрения. А вы знаете, что паранояльная шизофрения наиболее часто проявляется в мании величия, ну и в мании преследования. То, что мы видим сейчас у овощи Путина. Извините за такую резкость, но и эту точку зрения поддерживают многие психиатры мира. Ну вы, да, помните его фразу? Да, Украина это выдумка украинских националистов. Это не государство, выдумка украинских националистов. Вот я вам почти просчитировал этого задрыпанного подполковника КГБ. И вот мы опять уперлись не в объективные факторы вот этого конфликта между Украиной и Россией, а в субъективный фактор психического состояния подполковника маленького Бонапартика Вовы Путина.